Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, и вот что хочу вам сказать в ответ на него. Во-первых, то, что сразу бросается в глаза, это то, что вы не очень логично начали свое письмо. Ну, например, вы пишите часто с окружающими, как удобно им. Наверное, вы хотели сказать, что вы делаете так, как удобно окружающим. Далее, вы пишите, что прогулять учебу и пойти с подругами гулять, просто там встанем другой день, а идти гулять не хотят, когда мне нет занятий. И мой парень решил, что именно сегодня мы пойдем гулять, хотя заранее об этом не договаривались. И обиделся на меня, зайдется, я не слышал, как звонить телефон. То есть вот, не беря в расчет пока вашу семью, потому что все-таки семья – это разговор несколько отдельный, Хочется сказать, что вы по какой-то причине делаете все так, как это хотят другие люди. То есть вы преследуете для себя какую-то цель, когда соглашаетесь на условия людей по отношению к тому, что они от вас хотят. И полагаю, что у вас есть некоторые основания для того, чтобы, ну, условно говоря, чтобы так себя вести. То есть какую-то цель вы преследуете. Какие-то желания вы свои таким образом удовлетворяете. Вопрос заключается в том, какие именно желания и почему только этим способом и этим путем. Вот это, пожалуй, самый важный вам вопрос. Когда вы поступаете так, как хотят другие. Идете на поводу, например, у своих вам подруг. Соглашаетесь гулять с парнем. Чего вы боитесь в этот момент? Чего вы опасаетесь? Что заставляет вас совершать вот эти поступки? Ведь какая-то мотивация у вас есть. И вот с мотивационной сферой данного процесса и нужно работать. Потому что то, что заставляет вас так поступать, то, что стимулирует вас на такие поступки и является неверным, неправильным поведением. И отсюда все ваши проблемы и конфликты. То есть, смотрите, как получается. Вот причина того, что вы ссорите с людьми, хотя ссоры, как таковой, я не очень увидел. Особенно в ситуации с подругами. Потому что подруги просто предложили вам погулять. И как бы ваше право было соглашаться это делать или нет. Вы согласились. То есть, формально, судя по тому, что вы сказали формально, претензий к подругам я как-то не видел оснований предъявлять. То есть, я здесь, конечно, заранее прошу меня изменить, если я не прав. Но подруги ваши вроде бы как не настаивали на том, чтобы вы с ними гуляли. Вы захотели погулять с ними, у них в другое время не было возможности. И вы это вроде как сделали. Почему вы относитесь к этому так, как будто вас заставили, совершенно непонятно. Равно как непонятно и то, почему вы считаете, что молодой человек, например, также вас заставил, например, с собой гулять, тогда, когда вы не договаривались. Но если вы не слышали звонка, а такое может быть вполне. Если вы не слышали звонка, то об этом можно было ему сказать. И вы в этом контексте имеете полное право с ним не идти гулять. Потому что, простите, простите, но раз вы не слышали звонка, значит, вы и не включали его. Свои планы. Да, вы не услышали, это ваша недоработка, но у вас уже имелся какой-то план на то время, когда он позвал вас гулять. И я повторю, совершенно непонятно, почему вы на это согласились. Вот чем это обусловлено было, непонятно. По крайней мере, из вашего сообщения. Я думаю, что основная проблема, это все-таки то, что я сказал вам разом. То есть, у вас есть заинтересованность, зависимость от этих людей. Вы боитесь их потерять, опасаетесь, что они от вас отвернутся, не хотите их потерять. И отсюда, соответственно, подобное поведение по отношению к ним. Вряд ли можно говорить в таком случае о равноправных отношениях. Потому что, ну, объективно, никакие это неравноправные отношения, когда речь идет о зависимости. Когда речь идет о том, что вы делаете что-то для человека, а то, чего делать вы не хотите, в принципе. Это вот то, что касается ваших друзей и вашего молодого человека. Как бы это было сказано в конкретном смысле. Это было сказано в контексте ситуации, которая у вас произошла. А можно посмотреть на нее еще в несколько более глобальном смысле и выявить такую тонкость, такую проблему, если угодно. Такой момент, что и в личной сфере. То есть вот в сфере взаимодействия с молодым человеком, то есть в сфере личных взаимоотношений, в вашем женском поведении, есть определенные проблемы. Вы не можете поставить себя так в отношениях с людьми, чтобы они считались вашим мнением. И связанное это, я уже, в принципе, сказал всем. Теперь, то, что касается вашей семьи. В семье все не так однозначно, как непосредственно с подругами и молодым человеком, потому что там ситуация опекала, что вы вроде как за своей семьей жили тихо и мирно. Таких пор, пока не приехал брат к вам. И вот когда приехал брат, начались ссоры. Соответственно, все ссоры начались с подачи брата. Не с подачи вашей, например, мамы, а именно с подачи брата. И у меня возникает, на мой взгляд, достаточно логичный вопрос. А не думаете вы или не думали ли вы о том, что ваш брат специально создает такие ситуации, специально создаёт такие условия, чтобы вы ссорились? Не обязательно с ним, не обязательно, вот, как бы однозначно с кем-то, но ссорились. Если это так, то ваш брат манипулятор. И изменить эту ситуацию, то есть, условно говоря, переделать вашего брата, у вас, конечно же, не получится. Потому что человек сам переживает развод с диной. Это достаточно серьёзная травма, которая очень часто прорабатывается с психологом, чтобы её было легче перешить. А ваш брат ничего такого не сделал, значит, соответственно, можно предполагать, что его реакция на вас, его ссоры с вами, постоянные конфликты, это проектирование невыраженных эмоций по отношению к своей супруге. Если это так, то с братом, тем более, ссориться и вступать в какие-то конфликты смысла не имеет, потому что он вас слышать не будет. Он, вообще-то, не настроен на то, чтобы слышать кого-либо, но вас, наверное, даже в большей степени. И тогда, вот вы, кстати говоря, даже вопросов, как это, кого вы не задаёте, вы просто написали, что вы ссоритесь со всеми, но, как бы, сама ссора непосредственно, она происходит из-за вашего брата. И ваша ошибка только лишь в том, что вы в эти ссоры вступаете. То есть вы опускаетесь до уровня брата. И, по сути дела, опять-таки позволяете ему делать то, что он хочет. По сути, вы, опять-таки, позволяете ему делать то, что он хочет. В данном случае это ваша машина. Речь идёт о вашей машине. Почему вы это позволяете делать? Вопрос достаточно интересный, на мой взгляд. То есть, опять-таки, может быть, вы преследуете какие-то цели, опять-таки, может быть, вы чего-то опасаетесь, может быть, вас так воспитали. Может быть, речь идёт о даже детско-родительских отношениях, когда родители воспитали вас так, что вы не можете там отказать им или своему брату, если что-то ещё. Если так, то с этим нужно, конечно же, разбираться. Но однозначно можно сказать то, что у вас есть вот этот вот негативный триггер, который доставляет вас считать или думать, что вы можете легко, относительно легко, кому-то что-то доказать. Почему вы так считаете, для меня, если честно, непонятно. Откуда взялось ваше знание, что вы можете кому-то что-то доказать, не ясно. На самом деле, взрослым людям доказать что-либо невозможно в принципе ничего. И ссориться с ними, тратить на них своё время, нервы, это, по сути дела, безвыходное поведение. И возникает вопрос тогда. Но ведь машины ваши, купленные на, как я понял, ваши деньги. И вы имеете полное право не давать её, не тот-то брату, а вообще кому бы то ни было, если не хотите. Почему вы это делаете? Что заставляет вас позволять брату ездить на машине, на вашей, если он особенно даже не ценит её, то есть чужое имущество? Какие установки, там, не знаю, стрикеры, желания, может быть, страх заставляют вас делать эти вещи? Вот этот момент, момент тоже нужно бы с вами проработать, потому что пока он не ясен. не ясно, почему вот так себя ведёт. Не ясно, откуда взялось вот это вот желание, даже невозможность отказать людям в том, что идёт вам в ущерб. И если вы позволяете вредить себе, если вы позволяете сделать что-то в ущерб себе, то вы же понимаете, если вы как бы допускаете вред, нанесение вреда себе, то и другие люди, по сути, дело, тоже, тем более, допускают вред вам, просто потому, что вы сами это позволили. И для начала, чтобы ожидать от людей, что они будут прислушиваться к вам, нужно первонаперво, первонаперво нужно уважать себя, любить себя, не позволять кому бы то ни было действовать вам в ущерб. Для этого нужно соблюдать ряд условий. Например, личностный рост, например, развитие, например, личные границы и так далее. И здесь, конечно же, возникает к вам ряд вопросов. почему вы до сих пор не живете вместе? Ой, почему вы до сих пор живете вместе с родителями? Почему вы до сих пор не переехали от них? Почему вы живете с мамой и папой? Когда, судя по всему, вы уже достаточно взрослый человек, а у вас есть свои машины, например, хоть вы и учитесь. Что вас удерживает? Вот, хотя бы, хотя бы, давайте постараемся ответить на эти вопросы, которые я вам обучил. А дальше, дальше, нам с вами будет легче понимать, откуда растут причины вашей проблемы. и если эти причины найдены будут, а я уверен, что при желании их можно будет найти, если эти причины будут найдены, то мы сможем вам помочь, мы сможем решить вашу проблему и определить, в чем же заключается ваша вот эта вот постоянная склонность к ссоре с другими людьми. Объективно и говоря вообще, если человек ссорится с другими, он, во-первых, ставит себя на одном уровне с ними, но об этом я уже сказал, и во-вторых, если человек позволяет себе ссорится с другими, то он проецирует на этих людей свои какие-то негативные переживания и сомнения. Если у вас такие есть, то однозначно именно с них и нужно начать вам работать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. 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 Удачи.